Если вам интересны непредвзятые мнения об игровых новинках, обсуждения актуальных новостей из игровой индустрии, а также обзоры хитов минувших дней, комиксов и сериалов, обёрнутые в качественный монтаж, то рекомендую вам подписаться на канал Блог Сорка. Ссылка в описании под видео. Я уже говорил тебе, что такое безумие. Безумие это... Когда ты покупаешь геймпад, который стоит как половина консоли. Привет, друзья. Давно у нас с вами на обзоре не было чего-то вкусненького, и наконец-то это случилось. Обзор будет, как обычно, нихуя не актуальный, об этой приблуде ещё год назад любой белевой успел запилить своё мнение, я же не буду исключением. Xbox One Elite. Помню, когда год назад я увидел презентацию Майкрософта на E3, я ожидал от них чего угодно. Но явно не этого. 13 тысяч рублей. Это крайне невъебательская сумма, тем более за один только контроллер. Так подумал я, пока это чудо не оказалось у меня в руках. Этот геймпад только кажется таким дорогим ровно до той поры, пока вы сами не начнёте им пользоваться. Невозможно простыми словами описать, как же удобно он лежит в руке. По внешнему виду он ничем не отличается от обычного хуановского геймпада, но материал это что-то с чем-то. Очень мягкий матовый пластик, рукоятки с резиновым покрытием, чтобы не скользили руки, набор из трёх стиков, стандартные, приподнятые и выпуклые. Классическая и новая крестовина, и всё это крепится на магниты, не создавая во время игры абсолютно никакого дискомфорта. Стики не шатаются, крестовина не ёрзает, всё, заебись. Разъём для наушников, как на DualShock 4, чтобы можно было удобно играть на расстоянии в наушниках, если у вас дома есть телевизор. Лепестки, пожалуй, одна из причин, почему геймпад стоит таких нихуёвых денег. Это не просто кнопки, в которых вы можете для удобства изменить раскладку нескольких кнопок. Это то, что может помочь вам в сетевых играх превратиться просто в настоящего карателя. В играх наподобие Call of Duty, Battlefront, Doom, в общем, в тех играх, в которых используются двойные прыжки, джетпаки, можно очень сильно нагибать во время прыжка. И никакой ёбаный метод Кло, которым вы меня все уже загибали, осваивать вам не придётся. Однако мне эти лепестки оказались довольно бесполезны, потому что иксбокса у меня нету, а на ПК я по сетке не играю, так что геймпад я купил чисто для одиночных игр. Ох, нихуя ж тебе, покупаешь нагибаторские геймпады за 15 штук, а сам по сетке не играешь, совсем зажался что ли, или просто деньги девать некуда? Отнюдь. У меня уже просто был геймпад от Иксбокс 360, но, увы, пару месяцев назад с ним произошёл несчастный случай. Я его ёбнул об стену, и он стал плохо контачен. И если под роликом наберётся полторы тысячи лайков, я расскажу, что меня побудило это сделать. И да, согласен, это весьма странно, покупать геймпад за 15 штук только для одиночных игр, когда можно было, по идее, взять обычный оригинальный, который стоит в 5 раз дешевле. Даже в группе за такое меня многие посчитали заебанутого. Дорогие подписчики, ебать как я вас люблю. С другой стороны, что плохого в том, что я его купил? Я вам могу сказать, что я один из таких людей, которые не согласны на меньшее, и хотят только самое лучшее. Я даже когда покупал игры на комп, я старался по возможности покупать только самые лучшие издания, но сейчас я пока с этим завязал. Тем более геймпад я взял в кредит, а не за полную сумму, причём он ещё довольно мне выгодно обошёлся, а то я сперва подумал, что мне придётся переплачивать половину его стоимости. Я вам честно скажу, что я в жизни не прикасался к чему-то более приятному, как этот геймпад. После нескольких десятков часов игры на нём, вам не захочется переходить на что-то другое. Даже если он сломается, к примеру, через 5 или сколько-то там лет, вам не захочется возвращаться к чему-то, что было до него. Только если через 5 лет не выйдет что-то пизже, чем элит. Играя на нём, ты осознаёшь, что клавиатура и мышь для тебя умерли навсегда. Даже сама упаковка заслуживает отдельного внимания. Очень качественный картон с отдельным чехлом для геймпада. Такую коробку будет не грех поставить на полку, как коллекционный предмет. Например, с коллекционными изданиями разных игр. В будущем планирую прикупить к нему USB адаптер, чтобы можно было играть на компе без проводов. Очень даже странно, что его не положили в комплект, уж и за такую сумму можно было и положить. Эх, ну это ж Microsoft. Они любят делать деньги. Чё уж тут поделать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok